он известен намного меньше чем чикатило или головкин но тем не менее на счету андрея мещерякова как минимум 5 женских жизней а возможно и больше его прозвали балашихинским маньяком и душителем на колесах однако при этом некоторые отказывают мещерякову в праве называться полноценным маньяком дескать он убивал из стремления поживиться вещами жертв но так ли это на самом деле родился андрей в 1978 году в московской области семья будущего убийцы было среднестатистической и вполне себе нормальной кроме него у родителей было еще два сына окончив среднюю школу парень устроился в пт у и закончил его по специальности электросварщик однако по профессии работать не пошел предпочтя стать водителем работая в автотранспортном предприятии города воскресенска получал только положительные характеристики лишь потом уже на следствии выяснилось что мещеряков в детстве перенес черепно-мозговую травму повлиявшую на всю его жизнь кстати черепно-мозговая как отправная точка для маньяка это достаточно характерная ситуация например то же самое было убийцевского маньяка александра пичушкина андрей мещеряков после школы попал в армию и как отзывались многие его знакомые вернулся оттуда другим человеком стал гораздо более замкнутым нелюдимым находясь в армии он даже попал в госпиталь с нервным расстройством а вскоре после возвращения домой заболел сахарным диабетом на личном фронте у парня никак не складывалось после возвращения из армии он стал жить с девушкой но внезапно обнаружились серьезные проблемы с потенцией тогда возлюбленная просто оставила незадачливого жениха что разумеется не могло не сказаться на его самооценке правда вскоре он встретил другую девушку от которой поначалу также скрыл факт своего полового бессилия когда же все выяснилось то не стала бросать парня но поставила условие ты меня должен обеспечивать при этом избранница поддерживала андрея в его стремлении лечиться и вскоре молодой организм справился с проблемой правда согласно вердикту врачей иметь детей мещеряков никогда бы не смог впрочем знакомым семьи со стороны казалось что андрей не имеет проблем с девушками однако самого будущего маньяка раздражала и мучила это двойственность он явно нравился девушкам но при этом постоянно помнил о своей неполноценности основным занятием мещерякова было таксование на собственной машине восьмерки красного цвета которую он просто обожал вообще андрей весьма щепетильно относился к вещам холил и лелеял будущий маньяк старался не сажать к себе неаккуратных пассажиров которые могли бы испачкать машину поэтому чаще всего останавливал свой выбор на девушках но однажды все пошло не по плану 17 сентября 2002 года в красную восьмерку села чуть пьяная девушка явно возвращавшаяся с какой-то дружеской встречи или вечеринки в руках у нее была жестяная банка с алкогольным коктейлем сев в машину она быстро отключилась заснула неизвестно что так возмутило андрея то ли то что женщина была пьяна то ли что-то другое но он внезапно решил убить и ограбить пассажирку впрочем возможно на это решение повлияло то что будущее жертва обещала заплатить за поездку 60 рублей достаточно большие деньги по тем временам видимо преступник решил что перед ним человек обеспеченный женщина очнулась когда машина стояла на обочине лыдкаринского шоссе водитель заявил что у него небольшие проблемы с машиной и попросил придержать переднее кресло чтобы он мог пролезть на заднее сидение девушка согласилась и тут же на ее шее затянулся прочные автомобильные буксирный трос с тела жертвы преступник снял украшение взял из кармана мобильный телефон прибрал к рукам документы солнцезащитные очки и дисконтную карту какого-то магазина труп просто сбросил во враг со склона мобильный телефон и золотые украшения потом продал перекупщикам оставив себе небольшую цепочку убивать андрею явно понравилось и психологически и из-за неплохого навара поэтому новое убийство он совершил всего через три дня после 1 20 сентября девушка попросила отвезти ее к метро аэропорт мещеряков сразу оценил платежеспособность пассажирки она была хорошо одета от нее пахло дорогим парфюмом убийство преступник решил совершить неподалеку от дворца спорта сокольники девушка отчаянно сопротивлялась и маньяк прикончил жертву двумя ударами отвертки в область шеи труп убийца поначалу хотел спрятать в парке сокольники но не решился слишком людно тогда он поехал за город по горьковскому шоссе благополучно миновав посты гаи и остановился близ свалки там он также снял с девушки все украшения взял из сумочки два мобильных телефона а еще весьма крупную сумму денег от которой у него захватила дух 2000 долларов видимо в этот момент маньяк понял что не ошибся с выбором профессии и решил продолжать страшные деяния вещи мещеряков сбыл на рынке часть денег потратил на обожаемую им машину оставшуюся сумму отдал на хранение матери своей девушки когда женщины спросили парня о происхождении столь крупной суммы тот невозмутимо ответил заработал следующими жертвами маньяка стали женщина средних лет татьяна маргулёва жительница дзержинска 17-летняя девушка поссорившаяся с родителями и поздно вечером поймавшие такси чтобы уехать из дому последняя же жертва поплатилась жизнью за небрежное отношение к любимой машине преступника девушка сев в машину передумала ехать по назначению и попросила водителя отвезти ее обратно взбешенный андрей велел ей выбираться из автомобиля что-то и сделала но на прощание сильно хлопнула дверью хамское отношение к его собственности настолько раздражила мещерякова что тот выскочил из машины и трижды ударил тяжелым предметом по голове потом удушил тросом брать у несчастной было нечего а потому тело маньяк просто бросил на свалки однажды мещерякова пытавшегося сбыть вещи убитых задержала милиция допрашивали его в самом муре на этом история страшного маньяка могла бы и закончится но к сожалению андрей быстро сообразил что про его причастность к убийствам никто не знает и сообщил что вещами с ним расплатились за поездку какие-то наркоманы полицейские решили не задерживать водителя не увидев в нем ничего подозрительного муравцы перенаправили дело мещерякова в отделение милиции по месту прописки в городе воскресенске но и там сотрудники сочли его неподозрительным и не стали задерживать ведь никаких доказательств на молодого парня действительно не имелось последнее преступление мещеряков к счастью не довел до конца но помешала этому не полиция не случайные прохожие а сама жертва это случилось 12 ноября 2002 года все шло по плану определив обеспеченную пассажирку ирину сидоренко преступник набросил ей на шею трос но женщина успела среагировать и в последний момент просунула руку между шеей и тросом она успела прохрипеть что у нее денег всего 500 рублей и что она может все отдать но на маньяка это впечатление не произвело заметив что мещеряков тянется к водительской двери жертва решила что этому необходимо помешать но убийца все равно сумел нанести ей несколько ударов отверткой в бок к счастью толстая куртка смягчила удары в этот момент ирина изловчилась и сумела ногой выбить лобовое стекло такой исход совершенно поразил маньяка он набросился на жертву и откусил ей кончик носа за орав что ты сделала с моей машиной в ответ женщина закричала ему что беременна чтобы он не убивал ребенка неизвестно что именно произвело впечатление на преступника скорее всего он был ошарашен нанесенным непоправимым ущербом его имуществу но внезапно андрей решил прекратить осуществление своего страшного плана внимание его переключилась на машину поэтому он разрешил жертве выйти из автомобиля ирина попыталась остановить попутку но из-за ее внешнего вида никто не рискнул остановиться тогда она попыталась договориться с маньяком попросив отвезти ее в больницу как ни странно но тот покорно согласился это сделать и даже выбросил трос по ее просьбе подозрительную машину с выбитым стеклом остановили на первом же посту гаи изувеченная женщина тут же бросилась навстречу стражам порядка психолога психиатрическая экспертиза признала андреев меняемым и отдающим себе отчет в своих действиях сам маньяк признался что убивал не только из корысти ему нравился и сам момент удушение жертвы к тому же во всех случаях пострадавшие женщины делали что-то такое что не нравилось владельцу автомобиля выпивали курили небрежно обращались с машиной одна из пассажирок пожилая женщина постоянно из вежливости предлагала водителю леденцы в то время как у него был сахарный диабет все это преступник на полном серьезе считал непотребным поведением заслуживающим смерти поначалу мещеряков признался только в последнем покушении на убийство но потом сознался и в остальных пяти случаях на суде состоявшемся в сентябре 2003 года высказывал раскаяние и даже расплакался и попросил прощения у родственников убитых им жертв суд приговорил его к 25 годам лишения свободы с принудительным лечением у психиатра поговаривают что мещеряков которому сейчас 42 года уже досрочно вышел на свободу и вновь работает в такси города воскресенска